всем привет с вами ира и это видео о мазем планере вы часто меня спрашиваете откуда у меня столько времени как я все успеваю так вот дело в том что я планирую свое время с помощью планера планере я веду с 2019 года но смогла найти фото только с 2020 и 21 вот такой планер я вела в 2021 году начала его вести в августе а прошлый я вела до июля потому что тогда он нужен был мне для учебы этот планер был довольно большой формата опять и очень толстый там были разные чек-листы и трекеры привычек разворота на месяц также у меня есть вот такой планер я пробовала его вести но он мне не зашел к сожалению и вот мой новый планер на 2024 год а это мой нынешний планер который мы с вами будем оформлять сегодня помимо бумажного планера я еще веду магнитную доску на которой я записываю какие видео у меня когда выйдут это очень удобно так как на столе у меня нет календаря и также веду еще google календарь в котором планирую свои новые видео это заполненный прошлый месяц в календаре на год моем планере у меня небольшие изменения теперь я отмечаю дату выхода видео и вот мой трекер плетения как видите я стала плести каждый день давайте начнем заполнять с октября прошлого месяца у меня есть цветовой код я использую текстовый делитель с блестками золотой текстовый делитель у меня для всего что связано с тик током серебряный для инстаграма и красный для youtube а видео в ютубе я записываю в эту сетку только тогда когда я уверена что они выйдут именно этот день чтобы ничего не переносить давайте теперь посмотрим на мои октябрьские развороты мы вместе оформляли планер с вами в прошлом таком видео в специальном плейлисте я люблю когда в планере много наклеек скотчей поэтому оформляю его именно так также на неделях у меня есть цветовой код чтобы сразу видеть когда мне выходят видео посты либо я веду стримы в тик токи я даю предпочтение уже готовым планером расчерченным чтобы не нужно было ничего чертить один раз я уже вела планер который расчерчивала сама но мне не очень нравился результат за сегодня я уже сходила отправила заказ поэтому давайте отметим это в планере пишу я черной гелевой ручкой у меня есть вот такая очень красивая но к сожалению там не меняется стержень как я уже говорила я люблю оформлять наклейками больше всего мне нравятся матовые наклейки на данных кадрах вы видите мои любимые наклейки и те которые использую чаще всего также я оформляю скотчами часть у меня хранится в ящике но на осень он один вот такой и вот такие наклейки я выбрала для оформления этого месяца начинаем с разворота на месяц я выбрал вот такие пастельные наклейки и скотч и буду оформлять пастельными маркерами остальные развороты я буду оформлять оранжевым скотчем так как это единственный осенний скотч который мне есть вот так выглядит пустой разворот и сейчас мы с вами его заполним и и и и Большинство моих дел не помещается в планер, так как он довольно маленький, а дел у меня очень-очень много, то я записываю на разных стикерах. Не люблю, когда в планере наклеены стикеры, поэтому я их просто записываю, делаю, вычеркиваю и выбрасываю. Дел у меня столько много, что мне кажется, даже планера А4 мне не хватит. Разворот на месяц готов, переходим к разворотам на неделю. Вот так выглядит пустой разворот, сейчас мы его с вами заполним. Обычно я планирую свои дела утром, в тот же день, либо же вечером. В основном мой планер посвящен социальным сетям, так как нужно много чего спланировать по ютубу, с видео и другими делами, которые у меня в приоритете. Я записываю туда дату выхода видео, когда мне нужно что смонтировать, озвучить, снять, записываю важные дела. Дни рождения, праздники, также я записываю свои цели на месяц. Оформление обычно подбираю по сезону, но, к сожалению, не всегда бывает разнообразия. Например, на осень у меня только вот такой скотч. Есть еще точно такой же зеленый, но он у меня не так ассоциируется с осенью, когда все вокруг желтое, а в планере зеленое. Поэтому было принято решение, используя только один скотч на все три месяца. Только один разворот, если вы помните, в сентябре мы оформляли зеленым. Это был мой первый датированный планер, который я вела. До этого были все недатированные, и я сама прописывала дату. Но могу сказать, что датированные намного удобнее, потому что не тратится время, и я не путаюсь. Иногда у меня были ошибки, когда я пропускала день, и приходилось это все исправлять. И ты уже не вырвешь страничку, как в обычном блокноте, а здесь уже все расчерчено, и все очень удобно. Пока что не знаю, как буду оформлять планер в следующем году, так как у меня заканчиваются сезонные наклейки. Я заказала на Алиэкспресс, но они просто, которые подходят ко всему. Возможно, я теперь не буду привязываться к сезону, либо делать только выборочные развороты. Пока еще не знаю. Иногда я записываю свои планы в заметки телефона, если их прям очень-очень много, либо это связано с видео в ТикТоке, потому что есть видео, которое нужно снять конкретно, и тогда я уже это прописываю, а не где-то на стикерах, потому что так намного быстрее. Немного расскажу вам о графике видео в Ютубе. Я выпускаю по два видео в неделю. Иногда бывают исключения, так как некоторые туториалы растягиваются на 2-3 видео, поэтому их может выходить больше. Также я стараюсь каждый день выпускать короткие видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Мы с вами полностью оформили мой планер на ноябрь, вот такой разворот на месяц и развороты на недели. Также обновление, я теперь пишу статистику своих стримов, провожу их в тиктоке, ссылочка есть в описании. Оставила еще один разворот для стримов, так как уверена, что их будет еще много. Еще я сделала вот такие трекеры инстаграма и ютуба. И у меня осталось еще несколько пустых страниц. На этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на другие мои социальные сети. Ссылки в описании и всем пока!